Лекция по Шримадбхагаватам. Песнь 1, глава 8, текст 30. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 10 октября 1974 года в Майяпуре. О душа вселенной, ты действуешь, хотя ты бездеятелен, и рождаешься, хотя ты сама жизненная сила и нерожденный, тут и впрямь есть от чего прийти в недоумение. Ты сам не сходишь сюда и появляешься среди животных, людей, мудрецов и обитателей вод. Поистине, это может сбить с толку кого угодно. Слово «видамбанам» Английский перевод практически точно передает смысл. Сбивать с толку, «видамбанам», вводить в заблуждение. Следует понять, кто такой Кришна, поскольку он исходит по своей беспричинной милости как человек для того, чтобы восстановить принципы религии. Это следует понять. Поверхностное понимание Кришны, конечно, даже если человек не понимает, если он просто произносит слово Кришна с любовью и привязанностью, он спасается. Сказано «Кришна-нама настолько могущественна». Говорится, если вы произнесете тысячу раз имя Господа Вишни, то результат этого будет равен однократному произнесению имени Господа Рамы. Я забыл, как этот стих звучит на санскрите, но смысл такой. Обычным людям рекомендуется повторять Вишну Сахасранаму, но Шастра говорит, что повторение тысячи имен Вишну, а у Вишну сотни тысячи имен, приравнивается к одному повторению имени Господа Рамы. Точно так же, если вы повторите три раза имя Господа Рамы, оно равно одному повторению имени Господа Кришны. Понимаем мы или нет, если мы произносим «Харе Кришна», результат таков, если мы произнесем без оскорблений, то в результате один лишь раз произнесенное имя Кришны настолько могущественно, что тотчас же это повторение освобождает вас от всех последствий грехов. Папи — грешники, искусные совершения грехов. Но Кришна — это святое имя, единожды повторенное, настолько могущественно, что способна очистить от стольких грехов, которые не способен совершить даже самый опытный грешник. Так или иначе, если мы без оскорблений, без оскорблений повторяем имя Харе Кришны, это так могущественно. Так, здесь Кунти говорит «Аджа» — значит тот, кто никогда не рождается. Аджася. Аджа — живые существа, также Аджа, но иногда живое существо, привлеченное материальной энергией, приходят в материальный мир, и тогда это качество Аджа, то есть нерожденное, исчезает, поскольку в материальном мире приходится рождаться. В действительности же душа, высший дух, Кришна, являются Аджа, нерожденными. Аджа ниття, шашвата о ям. В Бхагавадгите ясно сказано, что живое существо, Аджа, ниття, шашвата о ям, почему же оно умирает? Может возникнуть вопрос. Ответ на него дается такой, наханяте, ханямане, шариры. Смерть означает лишь смена тела, это не смерть, как таковая. Поскольку Кришна говорит, что живое существо, Аджа, и у каждого может возникнуть вопрос, если живое существо, Аджа, если оно не рождается, то почему оно рождается? Почему умирает? Ответ прямо здесь, наханяте. Не думайте, что оно умирает. Нет. Я же вижу, что его тело сжигают. Нет. наханяте, а не амане шариры. Сжигают только тело. Допустим, если вашу одежду сожгут. В детстве, когда мне было 3-4 года, меня спасли. У меня загорелась вся одежда. Есть даже шрам, остался. Вы видели. Я должен был умереть в тот день, но, к счастью, меня спасли. Одежда загорелась. Как это называется? Матчис, коллор, как это называется? Спички. Я баловался спичками и поджег свою одежду. Одежда загорелась, но я не сгорел. Точно так же наше тело тоже горит, но душа душу не разрубить никаким оружием на куски, не сжечь огнем. душа вечна. Все материальное сгорит, разорвется на куски, высохнет, размокнет. Но поскольку мы не можем видеть душу, Кришна дал определение противного, определение качества души. Мы тоже Аджа, поскольку мы неотъемлемые части Кришны. И Ниття, Ниття Шашвада, Аджа Ниття. Философия Майавады такова, что мы Аджа и Верховный Браман Аджа. Поэтому когда мы сбрасываем с себя покрытием материального тела, мы смешиваемся с Аджой. Такова их теория. Теория манистов. Мы сливаемся с бытием Аджа. Но это не так. Вы сливаетесь. Это все равно, что слияние зеленой птицы с зеленым деревом. Когда зеленая птица садится на крону зеленого дерева, кажется, что зеленая птица слилась с деревом и прекратила существовать. Но это не так. Это можно понять. Птица влетает в крону зеленого дерева. Это не означает, что птица прекратила существование. Ее индивидуальность по-прежнему сохраняется. Точно так же, когда мы сливаемся даже с сиянием Брамана, мы не утрачиваем своей индивидуальности. Хотя кажется, что мы утратили свое я, свою индивидуальность, но на самом же деле это неправда. И поскольку это неправда, поэтому другое наше качество это анандамая абьясат. Мы хотим ананды. Как Кришна анандамая, мы видим, что Кришна всегда участвует в играх либо с пастушками, либо с гопией, либо с отцом, с матерью, либо на поле битвы Курукшетра, или убивая какого-то демона, но его игры всегда имеют место. Он никогда не бездеятелен. Никогда. Поэтому и говорится, ему незачем что-либо делать, но тем не менее он действует. Акарту означает, что ему незачем что-либо делать, что касается нас, то мы вынуждены что-то делать в материальном мире. Нам суждено что-то делать. В Бхагавадгите Кришна говорит, если ты не совершаешь деятельности, то ты не можешь поддерживать даже тело свое. Тебе приходится работать, поэтому мы видим, что все живые существа по ночам миллионы, триллионы живых существ вылезают наружу, летают, трудятся. Их деятельность бессмысленна. Деятельность приводит к смерти, тем не менее они действуют. Что говорить о других? Птицы, воробьи работают, трудятся, летают туда-сюда. Мы тоже работаем. Такова природа материального существования. Но Кришне незачем действовать, о карту. Ему незачем работать. Однако он приходит как живое существо, чтобы научить нас деятельности. Он объясняет это в Бхагавадгите, как действовать и быть счастливым. но Кришна не призывает к бездействию. И это место не такое, что можно не работать и все придет автоматически. Все приходит автоматически, но вам приходится подбирать. Вы должны брать это посредством труда. Такова природа. например, у вас есть под ногами золотоносная жила, но вы должны достать это золото, трудясь, копая. Вы не можете сказать, ну, у меня сейчас есть золотая жила, могу сесть, ничего не делать. Нет, это противоречит материальной природе. Но Кришне незачем что-либо делать. Так говорят веды. Вот что значит Акартух. Ему незачем действовать. Почему? Потому что у него есть множество энергий, как сейчас посредством электроники человек сидит где-то, мы видели пилот, он сидит в себя в кресле и просто нажимает на кнопки и гигантский Boeing 747 летит по небу. Пилот просто сидит, ничего не делает, но при этом он делает все. Однако электроника настолько совершенна, что находясь в одном месте, он способен управлять гигантской машиной. если это возможно для какого-то незначительного материального человека, насколько это возможно для Кришны, хотя он не делает ничего, тем не менее, он Вишватма, он управляет всей вселенной, Вишватма, он жизненная сила, Вишват, это Кришна, так что мы должны постичь Кришны. И Кунти помогает нам. Каждый преданный Вишнав добровольно берется за это дело лишь для удовлетворения Кришны, чтобы объяснить, кто такой Кришна. Как, например, Кунти объясняет, поскольку если мы поймем Кришну досконально, мы достигаем освобождения. Кунти пытается Кришне незачем что-либо делать. Не думайте, что Кришна помогает Арджуне на поле битвы Курукшетра, что это его долг. Нет, это не его долг. Он делает это добровольно, но он не имеет с этим ничего общего. Это Кришна. Мы вынуждены действовать. В зависимости от нашей кармы пхалы, мы вынуждены действовать. Здесь мы вынуждены принимать счастье и страдания согласно нашей судьбе. Вы не можете отрицать. «Я не буду страдать. Я только буду наслаждаться и испытывать счастье». Нет, у вас не получится так. Вам непременно придется и страдать так же. Но Кришна не такой. Такова природа Кришны, таково понимание. Почему ты стоишь? Сядь. Кришна не такой. Кришна Акарту. Хотя Он жизненная сила всего. Если мы просто понимаем Кришну, как объясняется в шастрах, саду, шастра, или как святые объясняют, преданные, если мы попытаемся понять, то мы достигаем освобождения. Джанма-карма-карма-мия-дивьям. Как сказано, они все сбиты с толку. Поэтому, если человек должным образом понимает Господа, в результате, Он достигает освобождения. То есть, Он обретает полное знание. Бахунам-джанма-наманте. Он понимает, что Кришна есть все. Он источник всего. Виши-ватман. Это следует понять. Он жизненная сила всей вселенной. Вся вселенная движется не сама по себе, но под руководством, под наблюдением Кришны. Кришна говорит, под моим наблюдением, Кришна активен, но Он не должен что-либо делать. Это очинти, это непостижимо. Он очень активен, поскольку Он наблюдает за всей деятельностью вселенной, но тем не менее, Ему не нужно самому что-то делать. Это Кришна. Мы должны это понять. Паш-Я-Те Ачакшу. Он видит, но Ачакшу это значит, что можно сказать, что Он и не видит. Ачакшу. Ему не нужно бросать свой взгляд, но тем не менее Он видит. Каким образом? Он может видеть любой части своего тела. Например, если я закрою свои глаза, я не увижу ничего. Мое зрение выключается. Я закрыл глаза, но у меня есть руки. И Кришна может видеть при помощи рук, при помощи ногтей. Это Кришна. Кришна. Пашянти используется именно это слово. Части тела Кришны, любая его часть способна видеть. Хотя он может закрыть свои глаза, но поскольку другие члены его тела открыты, он может видеть. Кришна говорит о себе во множестве шастер. Если мы просто постараемся понять природу Кришны, мы становимся освобожденными. Если мы постараемся понять Кришну, Кришна поможет. Кришна говорит, чем больше мы слушаем о Кришне, тем больше очищаемся. Мы не можем постичь Кришну, потому что мы не очистились. Но если вы просто слушаете имя Кришны, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе Если вы повторяете и слушаете это, вы очищаетесь. Так что же нам мешает воспользоваться этим простым методом, который рекомендован в шастре. Просто повторяйте Харе Кришна, 24 часа в сутки Киртани Садахари, вы станете совершенным. Почему мы теряем эту возможность? В этом наша беда. Об этом говорил Ши Чайтаня Махапрабху. Итадриси Итава Крипап Бхагаван Мамапи Господь, Ты так свободно раздаешь свою милость, что одного лишь повторения Твоего имени достаточно. Повторение имени содержит все силы, все энергии Господа. Все энергии содержатся в Святом имени. Есть множество имен, не только одно. Если вы не хотите повторять имя Кришны, есть другие имена, любое имя. Должно быть имя. Харирнам, Нама, имя Хари, не других. Харирнама. Так вы получаете доступ ко всем энергиям Господа. И не принимается в расчет время повторения утром или вечером в чистом или состоянии или нечистом. Вы можете повторять Святое Имя в любых обстоятельствах. Все это не принимается в расчет. Так Кришна так легко доступен людям, особенно Калау, в эту эпоху Кали. Тем не менее, мы неохотно повторяем Святое Имя. Поэтому Чайтанья Махапрабху сожалеет. Хотя ты так добр, милостив к этой падшей душе, тем не менее, я настолько неудачлив. Я не склонен повторять Твое Святое Имя. Это наше собачье упрямство. Но если мы это делаем, тогда мы очищаемся. Поэтому Чайтанья Махапрабху рекомендует читать Шамадхбхагаватам. Либо вы сами можете это делать, будучи чистым. Даже если вы нечисты, вы можете читать, повторять Святое Имя. Таковы наши вачнавские принципы, наш долг. Насколько это возможно, мы должны читать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам и любые другие такие писания, читания Чаритамриту, Брама Самхиту. Любое из них или все их не имеет значения и повторяет 24 часа в сутки Харе Кришне. Вот наше дело. Итак, мы предоставляем эту возможность каждому. Мы построили это большое здание и строим больше. Зачем? чтобы дать эту возможность каждому. Пожалуйста, приходите сюда, повторяйте Святое Имя, пойте, присоединяйтесь к Киртану Харе Кришна, принимайте Прасад и делайте, что можете, если у вас есть какие-то способности, не обременяя себя чрезмерно. Если вы знаете, если вы умеете что-то делать, делайте это для Кришны. у каждого есть какой-то талант, способности. Эти таланты следует использовать для Кришны. Если же вы думаете, нет, я буду только повторять Святое Имя, хорошо, повторяйте, но не спите, оправдывая это повторением Святого Имени. Не обманывайте. Вот обман нехорошо. Если вы думаете, что вы можете повторять как Харидас Токур, тогда просто повторяйте, и мы будем вас кормить. никаких проблем, но не пытайтесь обманывать. Вы должны быть заняты. Конечно, если мы можем повторять круглыми сутками, это очень хорошо, но это невозможно. Мы не настолько возвысились. Мы должны делать что-то для Кришны. И это общество, движение сознания Кришны дает возможность каждому. мы открываем центры по всему миру ради этой цели, чтобы вы приходили, повторяли мантру Харе Кришна, слушали о Кришне Бхагаватам, Бхагават-гитову, и делать, что можете, делать для Кришны, тогда ваша жизнь успешна. Редактор субтитров Минозаврис, Продолжение следует...